всем привет с вами канал покупалкин и дима да прибудет со мной сила да друзья это случилось наконец-то я собрался силами для обзора песчаного краулера от липин как вы уже знаете этот конструктор является копией конструктора лего эксклюзивного и очень дорогого с артикулом 75 059 и с аналогичным названием песчаный краулер на его сборку было потрачено около 20 часов и вы все это можете посмотреть и проверить просто перейдя по ссылкам в описании там две части сборки где я рассказывал с какими трудностями сталкивался и с какими проблемами ну а сегодня нас наконец-то долгожданный обзор где в деталях расскажу что здесь и как устроено что уже по моему мнению мне кажется заслуживает лайк я думаю многие знают что у лего есть серия эксклюзивов туда входит много различных наборов как наполнением так и ценой например у нас были новогодние обзоры в которых засветились два набора из эксклюзивной серии это мастерская санты и зимний магазин игрушек эти обзоры вы сможете посмотреть по ссылкам в описании но возвращаемся к эксклюзивной серии больше всего в ней ценятся наборы по звездным воинам потому что они как правило выходят очень большие и частенько ограниченным тиражом поэтому стоимость таких наборов совсем не скромная песчаный краулера от лего один из таких наборов он достаточно редкий в россии и конечно же приобрести его можно только за довольно большие деньги но ведь всегда есть выход и этот выход китайские конструкторы в данном случае я взял набор от leaping который является полной копией этого легендарного набора от лего стоимость такого набора куда ниже намного ниже но впрочем вы это можете посмотреть также по ссылке в описании но и сложности при сборке не избежать я сделал целых два видео я собирал этот конструктор рассказывал про проблемы с ним и о сложностях с которыми я сталкивался поэтому подводя итог сборки я могу сказать что самая большая сложность была в том чтобы находить нужные детали среди всех ведь их между прочим 3346 что на целых 50 кубиков больше чем в оригинале почему так сказать не могу но детали лишних почти не осталось все заняло свое законное место ну ладно про сборку я еще упомяну а вот сейчас расскажу про мини фигурки и первый у нас это люк скайуокер удивление очень аккуратная мини фигурка хотя нет никакого удивления ведь конструктор лепин уже зарекомендовали себя как довольно хорошие джедаи в белом костюме слайдсайбером в правой руке как вы понимаете такой образ был у люка в оригинальной трилогии также у мини фигурки белые волосы средней длины и два выражения лица это улыбающиеся и нейтральная но и к сожалению минус здесь есть это совершенно другая форма волос нежели в оригинале следующая мини фигурка это дядя оуэн и он является приемным дядей люка мини фигурка также выполнена превосходно с очень аккуратными принтами не уступающими оригиналу единственное если вид с фотографиями из интернета то при на ногах дяди в оригинале белого цвета а здесь бежевый такой же как у накидки на теле героя и вот тут непонятно это продолжение накидки как на китайской версии или все же у дяди оуэна что-то свисает с ремня как в оригинале а может быть это просто лего не попали в цвет в общем остались вопросы но за мини фигурку плюс липин явный сетри пио очень желанная мини фигурка среди фанатов лего попадается она очень не часто и такой набора один из немногих где она есть но к моему сожалению дроид версии от липин похож только принтами на свой оригинал дело в том что лего версия сделана из блестящего пластика который очень классно играет на свету и это понятно ведь фильме дроид был золотым но к сожалению этот сетри пио не выглядит таковым и это меня даже немного расстроило зато остальные дроиды выглядят отлично вот например r2 d2 у меня к нему просто никаких претензий все выглядит очень хорошо принты аккуратные и контрастные то же самое могу сказать и о r2 юнит r1 g4 r5 d4 также порадовали ремонтный дроид и дроид питания которые очень похожи на тех которые в оригинале от лего а на дроиде питания даже деталь принтованная прям так же как в оригинале ну и поскольку песчаный краулер это все-таки транспорт гуманоидов jav здесь их аж целых четыре штуки и различаются они лишь принтами на теле и оружием если говорить про качество то сделаны они также очень хорошо но единственное что мне не понравилось это пластик их голов который оказался не совсем качественным и немного потертым но в принципе это не так страшно ведь даже на камере проблем особо не видно а вот и он сам песчаный краулер огромная конструкция вобравшая в себя десятки коричневых и бежевых деталей имитирующие бронированные стенки танка начнем с переда здесь конечно же виднеются колеса гусеницы чуть выше фары дальше огромный пандус установленный под наклоном и совсем сверху стенки защищающие капитанский мостик они кстати украшены полупрозрачными деталями желтого цвета имитирующие окна краулера естественно огромный пандус можно опустить и делается это с помощью специальной ручки которая располагается сверху просто крутим ее импровизированные ворота дают доступ внутрь кстати пандус совершает свои движения с помощью цепей именно они ему помогают подниматься и опускаться прямо как ворота средневекового замка также тут есть специальный кран который умеет выдвигаться вдоль пандуса и загружать различные вещи в грузовой отсек по бокам краулер имеет огромные бронированные пластины чуть ниже находятся гусеничные колеса на независимой подвеске а между ними лестницы это вход для джав над гусеницами можно увидеть деталь со стикером который не самого лучшего качества честно говоря а еще выше небольшие окошки со стикерами открыв которые можно найти два бочонка и один ящик видимо для хранения всякого мусора между большими панелями находятся бежевые окошки и нужны они для принятия контейнеров с дроидами в грузовой отсек самое главное боковых частях краулера это то что массивные панели можно поднимать вверх тем самым получая доступ к интерьеру корабля рассмотреть двигатели и грузовое отделение но об этом чуть позже ведь с гусеничными колесами также есть одна небольшая функция можно поворачивать задние подвески благодаря шестеренки в задней части корабля кстати она очень интересная здесь применено много различных деталей а также несколько стикеров из-за чего взгляд на ней останавливается надолго но не стоит забывать о верхней части краулера на крыше также есть много различных механизмов и необычных деталей у нас пока интересует только передняя часть здесь есть откидывающаяся крышка капитанского мостика которая делает возможным увидеть как же джавы управляют этой махиной здесь все довольно просто несколько мониторов конечно же со стикерами один большой экран сзади тоже за стикером и главная управляющая панель также с двумя стикерами кстати со стенками капитанского мостика у меня возникла проблема поскольку конструкции сделаны крайне глупо и это не вина ли пин олега ведь первый просто копировали их все в общем трясется и держится на соплях всего лишь из-за одной детали которая не крепится до конца что впрочем вина ли пин но это можно решить просто с помощью клея дальше мы можем снять основную и заднюю панели крыши получив полный доступ ко внутренностям брони транспорта здесь мы можем увидеть контейнеры с оружием большой кран с различными насадками а также двигатель краулера кран посередине имеет несколько степеней свободы и с помощью него можно спокойно грузить все что угодно в пределах грузового отсека например те же ящики которые попадают вовнутрь через боковые ворота если же крюка не хватает то есть специальная насадка магнит а также ухват в задней же части есть небольшая лесенка и можно рассмотреть как устроен поворот задних подвесок краулера но краулер не единственный транспорт в этом наборе здесь также есть небольшой грузовичок джав на который умещается ровно один контейнер это была одна из самых долгих и сложных сборок конструктора в моей жизни ну что мне хочется сказать а мне хочется сказать что набор мне этот несмотря на свои минусы понравился пускай он чуть менее качественный чем оригинал от лего но его сборка была увлекательно ничуть не меньше и вы сами это могли увидеть если смотрели видео конечно же такой конструктор вряд ли подойдет для рьяных фанатов лего потому что некоторые проблемы все-таки с ним есть но опять же для тех кому нравится собирать сложные конструкторы и потом вот это все выставлять куда-то на полку то липин star winner с артиклом 05038 подойдет для таких людей просто идеально если вы один из таких людей то ссылочка для вас есть в описании на покупку этого набора и приятная особенность он стоит намного дешевле чем оригинал от лего ну а у меня на этом все с вами был канал покупалкин и дима не забывайте подписываться на канал и ставить лайки ведь это ускоряет выход следующего видео а также напишите в комментариях на каком моменте появилась вот эта пасхалка и как всегда самый первый правильный комментарий появится в нашем следующем видео и всем пока пока а